Здравствуйте, в эфире передача по факту. С нами политолог Арман Гукасян. Здравствуйте, Арман, спасибо, что приняли наше приглашение. Арман, закончилась пятисторонняя встреча в Кишиневе с участием Армении, Азербайджана, Франции, Германии и главы Евросовета Шарля Мишеля. Участники, кажется, довольны результатами этой встречи. Как оцените вы? Я не знаю, кто доволен. Возможно, что Макрон или Шольц довольны, Алия, возможно, очень доволен. Но с точки зрения армянских интересов я не вижу повода для радости, потому что мы, в принципе, знаем, насколько Армения сейчас уступает, риторику властей прекрасно понимаем и знаем. Они не скрывают, что они уже давно свыклись с тем, что Карабах, часть Азербайджана, об этом Пашинян заявлял. То есть Армении сейчас повода для радости не так много для Армении. Что касается переговоров, то, что мы можем видеть из официальной части, что власти Армении абсолютно не прозрачны с армянским народом, хотя они обещали быть прозрачными, они обещали, что переговорный процесс будет прозрачен, но этого нет. Мы узнаем какие-то, знаете, поверхностные заявления, пункты какие-то там, что идут переговоры по делимитации границы, по безопасности границ, по мирному договору, хотя что этот мирный договор будет из себя как бы представлять тоже очень сложно. Можно только догадываться, учитывая риторику властей армянских. Что касается именно Кишинева, я думаю, что там идут устные переговоры, устные договоренности и стало известно, что 21 июля тоже в Брюсселе будет встреча. Повестка пока неизвестна. Я так понимаю, что там будет подписана дорожная карта к так называемому мирному договору. Но сам мирный договор раньше октября подписан не будет. Я думаю, что да. Вы знаете, моя позиция она очень простая и ясна. Я думаю, что без России в обход России решить окончательно вопрос невозможно. Почему? Потому что, во-первых, в Карабахе стоят российские миротворцы. Это раз. Во-вторых, Россия является основным модератором, начиная с 9 ноября 2020 года. Именно Россия остановила на земле кровопролитие. Поэтому думать то, что без России, в обход России и тем более с учетом того, чтобы вытеснить Россию из региона и решить вопрос окончательно, я думаю, что это не представляется реальным. А вот посмотрите, простите, я вас перебью. Вы, безусловно, слушали интервью Пашиняна с CNN, где он абсолютно прямо сказал, что мы не союзники России в ситуации с Украиной. То есть в военном вопросе мы не союзники с Россией, получается, мы вообще не союзники. И Россия, соответственно, нам не союзник. Вы знаете, что мы хотим? Мы хотим, чтобы с одной стороны мы как бы были не союзниками для России в сложный для нее период, но чтобы Россия для нас была союзником. Так не бывает. Это во-первых. Во-вторых, что касается заявлений Пашиняна, у меня нет никакого желания комментировать заявление человека, который очень далек от геополитических процессов. Пашиняна и его команда, люди, которые провалили внешнюю политику Армении, они не улучшили отношения с каким-то из геополитических центров. Получается, у нас нет союзников. Вы согласны? Получается, что Армения осталась без поддержки внешних игроков. Получается, что Армения ухудшила свои отношения с Ираном. Получается, что ухудшила отношения с Китаем, с Россией. И плюс не улучшила, как минимум, отношения с Западом. Что нужно Западу? Западу нужно, чтобы власти Армении ввели конкретно антироссийскую политику, а именно по части действий антироссийских. Это вывод 102-й российской военной базы, это выход из ОДКБ. Да, власти Армении пытаются маневрировать, показывая Западу, что они антироссийски настроенные по политической силе. Но, по большому счету, Запад интересует конкретные действия. Вот есть конкретные действия, есть конкретная оценка. В этой части, по этой части, я могу кое-что очень добавить такое важное. Вы знаете, власти Армении смогли, умудрились загнать Армению в поле столкновения двух больших игроков. Это Россия и Запада. Я скажу, что зачастую принято думать, что на Южном Кавказе сталкиваются интересы только России и Запада. Но это не так. Сейчас здесь идет и активизация стран Ближнего Востока. Вы видите, какую политику проводит Израиль на Южном Кавказе, активизация Израиля и израильской агентурной сети в Азербайджане, о чем постоянно заявляют лидеры Ирана. Недавнее посещение представителя, главы Израиля в Азербайджан. То есть это все говорит о том, что внешние игроки заинтересованы реалиями на Южном Кавказе. В этих условиях, в этой сложной большой стратегической игре политика армянских властей, она не имеет никакой логики. Николу Пашиняну и его команде кажется, что проводя такую, знаете, антироссийскую политику, они получат пряник из Запада. Но этого не будет, потому что Армения просто окажется под таким внешним давлением, и она сегодня уже оказывалась под таким внешним давлением, благодаря усилиям команде нынешней политической, что просто я как бы очень сложно сейчас сказать, какие есть выходы из этой ситуации. Выходы, конечно, всегда есть, но это сейчас действительно Армения загнана в угол. В этом плане нам нужно понимать и осознавать, что связывать какие-то надежды с действующей властью просто бессмысленно. Если год, два, три года назад еще можно было слышать оценки о том, что вот, наверное, где-то что-то власти могут... Сейчас власти больше... Кроме того, что они усугубляют ситуацию, я не вижу, чтобы они как-то ее улучшали. Но других властей у нас нет, и оппозиция молчит давно уже. Ну, к сожалению, вот такая ситуация сложилась в связи с вот такой политической внутренней конфигурацией. Или это, похоже, в плане внутренней политики тоже будет спокойно? Я не вижу предпосылок для того, чтобы политика была неспокойной. Я имею в виду по части каких-то возможных процессов по смене власти и так далее. Но то, что внешняя политика Армении полностью провалена, то, что Армения сейчас переживает очень такой сложный период развития, это очевидно. И то, что нет повода для радости, вы знаете, радоваться, что Пашинян там как-то в Кишиневе что-то... Потянул время разве что, да? Конечно. Просто мы тянем время, да. По большому счету, продолжая ухудшать отношения со своими союзниками. Главный управляющий по делам диаспоры Зара Синанян в свою очередь сделал заявление о том, что мы прекращаем процесс международного признания геноцида. Что скажешь? Кто такой Зара Синанян? Он решает за армянский народ, извините, но я думаю, что придет время, когда Зара Синанян поймет или как его фамилия. Мне, честно говоря, неинтересна фамилия человека, который такими заявлениями выступает, но этот господин однозначно придет время, когда он за свои слова ответит, но ответит перед поколениями, перед поколениями. И я думаю, что сейчас самая главная проблема Армении это не Пашинян и его команда, самая главная проблема Армении это безразличие. Это то, что люди спят, это то, что люди просто, наверное, устали от политики и им кажется, что если они не будут активны, если они будут не интересоваться политикой, как-то все встать на свои места. Но как народ обычно за кем-то идет? Ну вот придет время, когда, мне кажется, люди снова начнут интересоваться политикой, своей судьбой. Это просто такой период, и тогда все эти люди, все эти господин, вот эти люди, которые считают, что они праве решать за армянский народ, по-моему, ответят перед людьми, перед поколениями. Никол Пашинян также заявил, что делимитация границы будет проходить на основании советских карт 1975 года, что Баку и Ереван договорились на сей счет. Что предполагает, какие границы? Ну, я думаю, что, безусловно, что мы про Карабах мы молчим, он уже сделал свое заявление по части Карабаха, что он считает, что это часть Азербайджана. Вот, что касается этих карт, безусловно, я не знаю, где эти карты сейчас находятся, потому что, вы знаете, можно открыть карту и посмотреть, и там будет одна картина. И если мы будем проводить это, знаете, значит, разграничение границ и так далее, и смотреть на какие-то карты, которые, допустим, есть у Азербайджана, это будут одни карты. Какие карты? О каких картах идет речь? Потому что Пашинян не говорит. А где эти карты? Откуда они будут их брать? Если эти карты находятся у Алиева, ну, извините меня, нужно понять, что это за карты. Я сомневаюсь, что точно такие карты, которые вытекают из армянских интересов. Путин в свое время говорил о каких-то картах, которые есть только в Москве. Ну, вы знаете, и вот мне кажется, что на Западе вряд ли бы шли переговоры вокруг карт, которые находятся в генштабе Российской Федерации. Поэтому вопрос Николу Пашиняну, где эти карты? В чьих руках эти карты? И после мы можем только давать оценку. Я сомневаюсь, что речь идет о тех картах, которые находятся в Москве, ну, и в России. В Турции на президентских выборах одержал победу Эрдоган. Как это отразится на армяно-турецких отношениях? Никак, все будет продолжено как есть. Все будет так же, как точно. Вы знаете, я думаю, что по большому счету у Турции есть своя генеральная линия. Да, конечно, оппозиция, она какие-то бы изменения, возможно, в политике. Турецкая оппозиция. Да, турецкая оппозиция. Но что касается генеральной линии Турции, она очевидна, она ясна. Это поддерживать свои имперские амбиции. Они не отказываются от своей политики, создания большого Турана. И на этом пути мешает Армения. То есть в этом плане я не вижу никаких изменений. Я вижу, что как бы вышли какие-то, знаете, спекуляции, что, мол, сейчас Эрдоган проиграет, и все будет хорошо. Ничего хорошего не будет, потому что Турция, государство, у которого есть амбиции имперские, и она этого никогда не скрывала, не скрывает. Поэтому вряд ли, что поменяется для Армении в лучшую сторону. Ащинян также заявил, что ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ. Что скажет? И, впрочем, он не первый раз говорит об ОДКБ и даже не исключал выхода Армении из этой организации. Ну хорошо, тогда встает вопрос. Мы выходим из ОДКБ. Кстати, есть очень такая, знаете, тоже такая глубокая спекуляция на тот счет, что мы выходим из ОДКБ, но это не означает, что мы ухудшаем свои отношения с Россией. Ну, давайте не будем наивными. ОДКБ для Армении это Россия. Это не Таджикистан, это не Киргизия, это Россия. Россия является локомотивом этой организации. Пускай она не идеальна, пускай там много проблем, пускай к ней очень много вопросов. Но хорошо, мы выходим из ОДКБ. Мы ухудшаем отношения однозначно с Россией, потому что это демарш против России конкретно. Отношения, впрочем, ухудшены, дальше не будет. Ну, это будет, как говорится, окончательно демарш. Встает вопрос. Армении кто-то предлагал альтернативную систему безопасности. Запад предлагал нам вступить в НАТО. Почему-то я таких предложений никогда не слышал. Я никогда не слышал о том, что кричат те, которые говорят, что нужно выходить из ОДКБ. Я никогда не слышал, какую альтернативную систему безопасности они предлагают. Скандинавских вот этих вот миротворцев в Карабахе я слышал. Ну, конечно, это смешно, но я слышал. Возможно, что, мол, уйдут российские, придут скандинавские. Ну вот, что касается альтернативной системы безопасности ОДКБ и России, я ничего по этому поводу не слышал. Поэтому вот такой вопрос самому Пашиняну. Они обсуждают вопрос выхода из ОДКБ. Слышал из уст и Армена Григоряна, секретаря Совета Безопасности и Пашиняна. Слышал, но ничего не слышал от этих людей по поводу такой альтернативной системы. То есть политика это, безусловно, эмоции, политика это, там могут быть какие-то, знаете, негативные оценки и так далее, эмоции негативные. Но в конечном итоге это подразвивает то, что должен просто решать вопрос своей безопасности. Хорошо, мы недовольны России, мы недовольны ОДКБ. Да, объективно к ним есть вопрос, и они есть, и с ними нужно эту тему разговаривать. Но демарш, ультиматум, шантаж, ну хорошо, кому мы сделаем плохо? В первую очередь себе. А вы допускаете возможность вывода из Армении 102-й базы? Я допускаю, что если из Карабаха выйдут российские миротворцы. Соответственно, вы и это допускаете? Я допускаю, я не исключаю этого. Я, как говорится, в политике исключать ничего нельзя. Мы должны брать разные сценарии и их рассматривать. Если мы берем сценарий, что возможно, допустим, российские миротворцы выходят из Карабаха, в итоге это может привести к подсыпной реакции и к другим таким процессам. Мы выводство 102-й российской военной базы, если мы улучшаем отношения с Турцией, если Пашинян продолжает заявлять о том, что вот, мол, мы достигли мира, там, в регионе, он же сейчас говорит, что мы идем к миру, что любой ценой идем к миру, хотя вот цена мне не очень ясна. В какой-то момент он заявит, что все, мир уже настал. Вы помните, когда он говорил, что больше нет коррупции? Он же любит заявлять, что вот больше нет вот этого, есть это и то, и другое. Вот он может заявить, что в какой-то момент, что вот, мол, все, мир настал. Ну тогда, конечно, встает вопрос и по 102-й российской военной базе, и по российским пограничникам. Это может быть. Такой сценарий может быть. Другое дело, что я не прогнозирую, что Россия уйдет. Россия не уйдет из региона. Россия об этом открыто заявляет. На разных уровнях. И на официальном, и на других уровнях. То есть в этом плане, я думаю, что да, у России сегодня много проблем. Да, очевидно, что многое пошло не по плану. Да, как бы Россия рассчитывала на другое. Но сейчас есть то, что есть. И на протяжении истории мы видели тоже, что многое шло не по плану. В конечном итоге Россия не та страна, с которой можно не считаться. И не та страна, которую легко вытеснить из региона. То есть, как минимум, Россия не планирует уходить. А это значит, что Россия будет отстаивать свой интерес на Южном Кавказе. Поэтому проводить вот такую антироссийскую политику, которую проводит власть, я думаю, что просто это может привести в конечном итоге к серьезным последствиям для самой Армении. Мы знаем, что Запад очень любит, знаете, мотивировать страны против России. Мы видели это и на примере Грузии. Потом мы, как бы, стали очевидцами потери территории со стороны Грузии. Мы видим это на примере Украины. Мы видим, что сейчас происходит на Украине. Украина, которая стала полем столкновения больших государств. Там нет больше экономики. Экономика полностью ушла в минус. Без внешней поддержки, без внешней дотации в страны Запада Украина просто перестанет существовать. Не мое мнение, это реальность, которая существует. Мнение ведущих специалистов мировых. В тот день, когда Запад откажется поддерживать экономику Украины, то есть выделять им помощь. Но ведь пока в этом даже и лечения нет. Откажется ли он вообще? Ну, вы знаете, вечно содержать такое большое государство. Вы видите, какую сцепную реакцию это привело на Западе. Какое недовольство есть в Европе. Люди это чувствуют на себе. В США позакрывалось множество банков. На Западе, в Европе позакрывалось сотни заводов. Но там на кону Россия. Это самая высокая для них ставка. Вы знаете, я думаю, что в конечном итоге, когда придет время договариваться, когда он станет настолько некомфортно для Запада, они станут договариваться с Россией. Но они будут договариваться именно за счет Украины. Поэтому я бы не хотел стать такой, знаете, картой на столе. Которую будут разыгрывать. Я бы этого очень бы не хотел. Я бы не хотел, чтобы моя страна стала... Пошла по украинскому сценарию. Стала антироссийским плацдармом на Южном Кавказе. А дальше нас просто поиспользовали бы и, простите за выражение, выкинули бы. Как это произошло со многими странами. Вы сказали, что Россия сейчас очень занята ситуацией на Украине. Что вполне понятно. Ну, и ей не до ситуации на Южном Кавказе. Не будет ли слишком поздно? Несмотря на все то, что вы сказали. Прежде чем отвечать на ваш вопрос, я хочу сказать следующее. Что у меня тоже очень много вопросов к России. Не так, что я сейчас сижу здесь и защищаю Россию. У России тоже есть много пробелов. У России тоже есть много... Как бы много действий были сделаны, которые, наверное, надо было бы сделать по-другому. Но своевременно бы многое надо было сделать и так далее. То есть много вопросов к России есть. У меня лично есть, да? Как человека. Но, знаете, и ситуация непростая для России. То есть, смотрите, на Украине Россия реально ведет борьбу, большую, широкомасштабную войну. И там она ведет такую борьбу против коллективного Запада. То есть практически там очень много стран. Весь коллективный Запад против России. То есть в этом плане, да. В этом плане нужно ситуацию понимать, осознавать. Ну, можете, конечно, говорить, что мы не согласны с Россией. То, что многое было сделано неправильно. Но я не сторонник таких, знаете, радикальных решений. Мол, если мы недовольны союзникам в лице России, давайте мы заменим Россию. Хорошо. Вот если бы я знал, что кто-то сейчас предложил бы нам альтернативную систему безопасности. Смог бы быть лучше союзником для Армении, чем Россия. Я вот честно, сам бы как гражданин Армении, как человек, поддержал бы такую инициативу искать новых партнеров-союзников. И власти Армении вроде бы это делают. Они же заявляли, что они ищут альтернативную систему безопасности. Либо чтобы там дополнить ее, либо чтобы заменить. Потому что они ищут новых союзников, новые вооружения. И что? И где? Оказывается, что не все в мире, как минимум, мягко говоря, не все в мире, сломя голову, бегут нам на помощь. Бегут помочь армянам на Южном Кавказе, сохранить свою государственность и так далее. Оказывается, что это не так. А что это значит? Это значит, что нужно разговаривать с союзниками. Нужно решать эти проблемы. Нужно понимать, где они. И не путем ультиматума, шантажа, а путем диалога. Поэтому многие вопросы можно было бы решать по закрытым каналам. Многие вопросы можно было бы решать, если ты реально хочешь их решить во благо Армении. Речь же идет об интересах Армении. Но когда ты превращаешь это в шоу для того, чтобы показать западным партнерам, своим спонсорам, что, мол, вот видите, мы проводим антироссийскую политику, дайте нам пряник, ну тогда получается, что... Кнут. Да, кнут. И тем более этот кнут, знаете, не с одного центра, может быть, а из разных. Вот в чем заключается проблема. То, что мы оказываемся перед серьезными вызовами из-за вот такой недальновидной политики. По части, мы сказали, по вопросу, связанному с... Не будет ли слишком... Да, поздно. Ну, знаете, поздно, не поздно, это все относительно. Очевидно, что вместо нас никто больше о наших интересах думать не будет. То есть, сказать, что кто-то больше, там, Россия или Запад, или кто-то еще будет больше задумываться о наших интересах. О нашей государственности нет. То есть, понятно, что нет. Ну вот, есть такая сложившаяся ситуация. Есть ситуация на Украине, есть ситуация в мире, есть в регионе. Армения должна считаться с этим. Армения должна понимать, как опережать время. Армения должна понимать, что будет через месяц, через два, насколько бы это сложно не было. Но разве возможно, чтобы эти власти могли такие расчеты, подсчеты делать? Я думаю, что нет. Пять лет показали, что они не могут. Поэтому с этими властями, понимаете, поздно, не поздно. Мне кажется, уже поздно. То есть, поздно надо было, чтобы эти власти уже давно были сменены. Но, как вы правильно отметили, а кто в поле в оппозиционном, тоже кризис. Среди людей тоже, как бы, апатия. То есть, вот эти вопросы и создают такие вызовы, серьезные. В этом плане, конечно, Армения должна иметь несколько сценарий развития. Что может быть поздно, что мы будем делать тогда. А может быть и не поздно, что мы будем делать в этом случае. Понимаете? Любой сценарий возможен. Абсолютно любой сценарий. Любой. То есть, ничего в нынешних реалиях исключать нельзя. Вопрос, насколько ты готов к этим сценариям, по-моему, Армения абсолютно не готова. Потому что во главе вот этого нашей страны находятся вот такие власти, которые очень далеки. Вот таких подсчетов, вот таких прогнозов. Тем более, далеки от того, чтобы как-то этому противодействовать. Спасибо вам, Арман, за интересную объяснение. Спасибо вам за приглашение. Передача по факту подошла к концу. С нами был политолог Арман Лукасян. Оставайтесь с нами. До новых встреч.